Как объяснить тому Которая нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шёл наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придёт немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим ПОДПИШИСЬ! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри, Мессер Точно. 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 Смотри, ребята, есть кто живой? Командир, не отживу. Мужики! Девка живая! Чего так? Точно живая. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отлично. Эта деревня – то, что мне нужно. Деревня, как деревня. Вот именно. Вы хотели посмотреть, как мы работаем? Сейчас убедите. Все будет исполнено очень быстро. Начали. Поперацион, начинай! Руси! Руси! Руси, Руси, Руси! Руси, Руси! Руси, Руси, Руси! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас уже заминка. Это ненадолго. Я же говорил, все устранили очень быстро. А дальше? Я уже десять раз все это видел в кинохронике. Через три дня вы сможете увидеть, как это работает. Здесь будет новая деревня или что? Нет. Суть изменится полностью. Внешне все сохранится так, как вы сейчас это видите. Я знаю, ваше задание – оценить мой проект. Я не буду вам мешать. И буду с нетерпением ждать вашего мнения. Хорошо. Повезло вам, ребята. Прекрасный ваш командир. Стоящий орел. Тоже бывший мой курсант, между прочим. Стройся! Стройся! Ну что, вспомнил годы молодые? А я помню, не любил ты эту штуку. Да, точно не любил. Я теперь каждый день тебя вспоминаю. В целом в бою. Это хорошо. Что вспоминаешь? Равняйсь! Смирно! Товарищи выпускники, приветствую вас в рядах сто тридцать третьего отдельного авиационного истребительного полка. Служу! 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 Вольно! Завтра мы поедем с вами на завод получать новые самолеты. Те из вас, кто не сдаст мне зачет полетной эксплуатации Як-3, в кабину не сядет. Это ясно? Да, точно! Вопросы есть? Разрешите обратиться. Товарищ подполковник, а правда, что герой Советского Союза Леонид Шугай был вашим ведомым? Правда, был. Ну, чего я тебе говорил синица? С тебя два компота. Три. Договорчики, еще вопросы есть? Никогда нет! Разрешитесь! Детский сад. Там возрослеть. Если успеют. Это кто придумал, новенькие самолеты с молодыми перегонять? Ну, так старики все на фронте. Старики! В двадцать лет уже состарились, старики! Ай! Смотри! Смотри, что творит засранец, а! Рано газ убрал! Ручку до себя! Газу сейчас только сломает, мать твою! Стоп! 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 А вот, ребята, когда мы разобьем фашистов, очистим от них нашу землю и другие страны, вернусь я домой, в свою родную Украину, и скажу, смотрите маму и тату, как я вам на войне дочку нашел, а себе дружину. За что мы вместе с ней в мир и злагоди, и детей у нас будет, ну, штук пять или шесть, не меньше. Слушай, и уже никогда наши дети не побачили такой войны, потому что после такой войны, как эта, больше никто не захочет воевать. Ага, не захочет воевать. Размечтался. Почему? Сколько до этого войн было? Мой отец первую мировую отвоевал, газовую атаку пережил, и не одну. Он до сих пор никаких запахов не переносит, любых, даже запах цветов. А та война, по-моему, пострашнее этой была. И вот снова не заканчивается пока. Слушай, ты ходить будешь, уже пив годы на дошку дивишься, давай хотя бы шаховую войну закинчим, а? Да буду, буду. Что тебе, ботвинник что ли? Дай подумать. Ну, знаю. А я вот думаю, что Коля прав. После такой войны, как этот, только сумасшедшие захотят снова все повторить. Вот вернусь домой, пойду работать в школу, как мой отец, учителем истории. Да ты что? Буду рассказывать детям, чтобы они рассказали своим детям, какой ценой нам далась эта победа. И про вас обязательно расскажу. И про нашего командира тоже. Ой, брат, молодец! Слушай, Рубаджан, давно спросить тебя хотел, дорогой. Давай. Какого роста у тебя сестра Кариной? Э? Тебе это зачем? Ну, как, Рубаджан? Война закончится. Я приеду к тебе в гости в Армению. Приезжает дорогой друг, да? Да? И вдруг твоя сестра раз выше меня. Как? Как жить? Нет, не выше. Не выше? Женюсь. Опа. А я за тебя, Карина, не отдам. По жену. Несерьезный ты человек. Вот, Коля, совсем другое дело. Да я заряжу себе ножиком вот эти, навали, а рычки. Лучше в руководство почитали. Что, проснулся там? Слухай, синички. А в тебе, девчина, я? А? Да? А тебе какая забота? Ну, как, яка? Ну, ты ж нам про нее не рассказываешь? Ну, да. Так, может, ты не займанный, а? Ну, это не твое дело. У вас одно на уме. Вот лучше послушайте. При посадке самолета. Хорош мозги застирай. Завтра на фронт успеем еще. Коль, ходи давай. Груп, давай еще повеселее, а? Ладно. Аэродинамические силы, моменты и тяга двигателя зависят от положения органов управления. Параметры. Атмосферы. Так, например, любое сопротивление. Эй, миланд! Сама одна, вторая, ты ими! Ах ты не говоришь, что зараза! Для меня каждый из вас сын родной. Своих-то Бог не дал. Вот и прилипаешь сердцем каждому. А вы уходите и не возвращаетесь. Ну я же вернулся. Илья, ты ребят береги. Зря ими не рискуй. Да, Сергей Иванович, я очень постараюсь. Как родных береги. Ну, пошли. Лише, дела посмотришь. Ну да. Ну, прибёшь ишь. Двадцать пять самолетов в день. Мало. Специалистов не хватает. Люди работают на износ. Мальчишкам на сборке. Здравствуйте, Иванович. Здравствуйте, Николай. Засыпают на стапеле. Ну, в целом, в общем, замечаний к нам нет. Попадаются мелкие недоделки. Там не докрутили, там чуть не дотянули. Как же это у вас-то? Миллионок не хватает. Илья! Бестужев! Саня! Илья! А я то, что думал, ты всё это отвоевал-то, а? Вы что, знакомы что-то? Так вместе в полку служили. Ну, тогда я вас оставлю. Мне нужно в Красильный заглянуть. Вентиляция сломалась. Люди больше пятими нос не выдерживают. Ага. Да-да-да, обязательно. Извините. Такая встреча. Ничего, ничего. А, Саня! Ух ты, я не знаю. Смотри, посидел и усыща какие отрастил. Ну, как ты? В общем, в целом, а? В целом. В целом нормально командир. В общем, после госпиталя комиссовали подчистую. Домой вернулся. Ну, жена, это что, сюда привезли или как? Нет, жена. Ушла к другому. Запил я её крепко. Потом штаб написал генералу Макарову. Написал, что летал с тобой, что ведомым у тебя был. А он что? Ну, помог. Я сразу пить завязал. Да-да, Макаров в хорошем жить. Он приехал в Тушино, переучивался на Як-3, а там как раз заказчики с завода. Испытателя искали. Ну, и ты им показал? В кабину Яшки прыг, как бялым в ух. Так и оказался здесь. Ой, молодец. Ну, тут уже и Глашу встретил. Угу. Ладно, что он всё обо мне? Ну? Ты расскажи про наших. Лёнька Шугаев в газете читал. Да. Орёл. Орёл, да. Женька Дементьева как? Не поженились чего? Ой, Саня. Погибла Женя. Давай-давай, Илюша, за мной! Скорость 600 по прибору. Развалится! Не боись, не развалится! Давай, не дрейфь! Ничего ему не будет! Отвечаю! Каз до упора! Командир, до форсажа каково? Старый Яшка от такой перегрузки развалился бы! Саня! Ну, это машинка! Ты сбит, Саня! Чёрта лысого! Ха-ха! Вот это да! Как на вертикале плёт и посмотри, а скорость! Саня! Зачем он на вертикаль полез? Нас Иванович с переворотом учил уходить! А-а-а! Старый перегрузку вырубает! С кабину марает! Тебя не на истребке! Тебя на бомбовой взлетать надо! Кто в кабину марает? Ты видел что ли? Я буду тебя вообще в кабине не продохнуть! Спокойно же гиды! Спокойно же гиды! Садимся! 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 Немечка небольшая, скромная. Почти уже пришли. Ну вот, тут я и живу. Заходи, командир. Тихо! Тихо, пацаны! Тихо! А я вам че покажусь. Вот, Рита, девчонка. Такие корденькие. Адррррденькие такие, что твои аточки. Все, ты другим посмотри. Парни, это неправильно. Ну, они же… Чего они же, Синиса? Дал меня что ли? Ты завтра погибнешь, так ни одной голой девки не увидишь. Давай, ступи, товарищи. Рубик, давай. Я думала, у них пулеметы, а у них там пистолетики. Чего? Это у кого там пистолетики? Сейчас зайду, посмотрим. Ну, как огурчики? Очень. На здоровье. Вот у меня еще варенье есть. Яблочное и малиновое. Пожалуйста. Малиновое. Сами собираем. Я вам сейчас чаю принесу. Тебе холодненькой водички налить. Угу. Саш, ну чего ты молчишь? Что с тобой? А что с тобой? Ну, вижу. Нравишься ты ей. Думаешь? Только вот не пойму, как она тебе. Муж ее на мини подорвался. Сапером был. Ну, и что? Ну, да. Нравится она мне, Илюш. Нравится. А не могу. Мужик ее такой же, как я был. Не могу я. Толик все время про отца спрашивает. В минера играет. А тут я. А вот и чай. Пожалуйста. Спасибо. Вот. Распалил водичкой. Я пойду посмотрю, вдруг Толик проснулся. Ну, говорят, время лечит. Да не лечит, Илья. Не лечит. Мне каждый день фронт снится. Боевой разворот, атака, заход. Ты вы видел, как Толик на фотографии отца смотрит? А я тут щи из тарелки его батя хлебаю. Да ты самолет на крылу оставишь, на которых нам воевать. Ты неполадки проверяй, жизни кому-то спасай. Да я понимаю. Но на заводе испытателей таких, как я, еще пять штук. На фронт не надо, Илья. На фронт. Ой, Саша, как же я соскучился. Ты не представляешь, как ты мне там нужен будешь. Я завтра поговорю с твоим начальством. Обещаю. Спасибо. Спасибо, Илюша. Ну, че, ну, пасашак. Может, останешься все-таки? Да нет, нет. Мы уже с тобой завтра утром на заводе увидимся. Ну, как скажешь. У нас у курсантов первые учебные вылеты. Ты только с собой возьми на поле, пусть на вылеты посмотрит. В самолетики играть будет. Посмотришь. Обязательно. Ну, с теорией у вас все в порядке. Теперь посмотрим, как дело обстоит с практикой. Сегодня тренируемся летать строем. Умение держать строй на маршруте – важный навык, необходимый каждому летчику. Фронт постоянно движется, поэтому придется часто менять аэродром. Саша, скажешь ребятам пару слов? Запомните, двух одинаковых самолетов не бывает. Прислушайтесь каждый к своему. Почувствуйте его. Ну, а остальном вас выучили. Коротко и верно. Вопросы есть? Никак нет! По машинам! Нам бы таких птичек совсем. Мы б показали фашистам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ГУС-230, высота-250. Построение уступим вправо. Синичкин не отставать, держать скорость, как все. Понял, товарищ командир. Мотор греется. Затем перестраиваемся в колонну, заходим в круг аэродрома, садимся. Понятно? Понятно. Так что вот, держать в строе важный навык любого пилота. А на танцы тоже колонной придете? Или уступом вправо? Эй, дорогенька, тут мы в Резнобей пройдем. Приходи в субботу на танцы. Так я это, танцевать не умею. Так я научу. Хорошо, приду. У тебя глаза красивые, как у моей мамы, светло-зеленые. Болотные. А у тебя? Роденька у пупка. Ты откуда знаешь? А, так это ты вчера была в бане? Ага. Ага. Он как вспыхнул. Прям сгоришь сейчас. Ну подумаешь. У меня еще роденька есть. Сидичкин, ко мне. Ты почему отзвенавствовал? А я же докладываю, товарищ командир. Мотор греется. Створки воздушного охлаждения полностью открою, все равно греется. А инженеру ты сказал? Сказал. Говорит, все в пределах нормы. Значит, пойди к нему и скажи, чтобы он сделал. Слушаюсь, товарищ командир. Я вас не подведу, товарищ командир. Ладно, иди. Тебя там девушку ждет. А разрешите идти? Не пущу. И не просите. Вот я тут директор, и я его не пущу. Да у меня в полку ни одного опытного пилота. А с Вадивасовым я в одном звене летал. У него на счету десяток сбитых. Да у меня план, товарищ подполковник. Пятьсот самолетов в месяц. А облетчиков только шесть. А у меня новые самолеты, товарищ генерал-лейтенант. И мальчишки к ним еще не привыкли. А мне завтра их в бой везти. Да вы поймите, мне как воздух необходим хоть один опытный КамЭск, знающий новые яки от и до. Нет. Нет. И нет. У меня план и точка. Они не мальчики с улицы. Летное закончили. Почему без стука? Что случилось? Синечкин уже разбился. Сюда, сюда. Мотор заклинил. Я ему кричу прыгай, а он на брюхо посажу. А высота какая? Высоты достаточно триста метров, но он не прыгнул. Сказал, если прыгну, яхт нарвется. А хотел, чтоб с моторами разобрались. Давай сюда. Отойдите все, рвануть можешь в любой момент. Давай сюда. Я хотел аккуратно. Приключили. Мотор цел? Сердце. Молчи, ничего не говори. У меня в кармане фотография. Я на обратной стороне данные записал. Температура масла. Шум. Твоя семья? Твоя семья? Врача бы надо. Вась… Спаля с ней. Ты все правильно сделал. Вася! Васенька! Вась! Шагом марш! На месте стой! Направо! Внимание! Приготовились! Огонь! На плечо! Направо! Шагом марш! Мы с ним вместе поступали. Он себе два лишних года накинул, боялся на войну не успеть. Отомстить за семью надо. Пришли. Вот в чем причина отказа. Датчик стружки в масле. Провода от вибрации отошли. А, если бы самолет сгорел, мы бы не нашли. Спасибо парню. Синичкин мою работу сделал. Я должен был выявить дефект. Кто знает, когда он проявился бы. А если бы во время перелета? Что вы можете предпринять, товарищ генерал? Что делаем мастера? Ну, что, я думаю, менять провода, усиливать крепления, другого не дано. Ну, послезавтра наш полк должен быть на фронте. Успеем? Успеем. Успеем. Я думаю, к утру мы все это закончим. Так, пойдем, ребят. Двадцать пять самолетов за два часов. Разделаем. Ну, молодцы. Снова мастером. Пройдите ко мне. Да-да. Думал арестуют. Предъявил акт экспертизы. А они свое. Диверсия. Кто на сборке за узел отвечает. А у меня есть сто человек. Больше половины дети. И что, кого-то арестовали? Закрыли дело. Ваш Синичкин всех нас спас. Жалко парня. Совсем мальчишка. Проводок. Ну, а что по поводу моей просьбы? Насчет Вадивасова. Ведь у меня теперь не до комплект летного состава на одного человека. Я это. На фронт. Отпускаюсь. Илья отбил. Я знала. Я знала, что ты уйдешь. Я… Я пришел к тебе. Слышишь? Я вернусь. Слышишь? Я обещаю. Честно вернусь. Я не буду ждать тут. Илья, здравствуй. Здравствуй, Аристох Владимирович. Проходи. Садись. Не побоялся ко мне прийти? Я ж ничего не боюсь. За мальчишек страшно. Набрал в пол желторотиков. Трудно им будет. Всем сейчас трудно и тяжело. Микки погиб. Да вы что? Про Сергея, кузена твоего, ничего не слышно? Нет. Ну, а как вы? Да я счетоводствую на старости лет. Князь Головнин занимается делопроизводством на овощной базе. Чего ты понурился-то? Давай веселей-ка, веселей. Вот войну кончим. И что потом? Ну, я-то, наверное, помру. А ты не забывай, что ты граф. Не забывай. Родителей твоих жалко. Ступай. Ступай. У меня здесь бывает ночное беспокойство. Ты помнишь, что такое шмот? Не боитесь? Не боюсь меня расстрелить. Как ты помнишь, не раз, а я все топчу сырую землю. Иди и знай, что ты служишь Родине. Они им. Родине. Иди. Три. Родине. Родина. Родина. Внимание, ты первый. Курс двести семьдесят, высота четыреста. Вторая эскадрилья, занять четыреста пятьдесят. Есть вторая эскадрилья, занять четыреста пятьдесят. Ничего, извините, мы с тобой еще помояем. Курс двести семьдесят. Курс двести семьдесят. Курс двести семьдесят. Коварик, замполит. Вы там что делаете? А я, так сказать, решил приобщаться к авиации. Не положено. В кабину может залезать. Либо летчик, либо техник. Командиру гаться будешь. Понял. А я хотел летчиком стать. Вы летное не взяли, а врачей не прошел, а тянет. Избили бы вас, товарищ подруг. В ферму же бою. Вы должны быть здесь, на земле. У каждого из нас свое предназначение, своя судьба. А к кому-то летать, а к кому-то ползать. Зачем же так? Вы должны крепить боевой дух полка. А мы уж как-нибудь повоеваем. Извините. А я все равно полечу. Домполит, ты-то мне и нужен. А, доложили уже. Это ты о чем? Ну, что я в кабину самолета, а забрался с самоволью. Ладно. Потом разберемся. Это я вот что хочу попросить. Ты проведи беседу с личным составом. Надо вдохновить перед вылетом. Так вылет же не боевой. Белварик, у нас каждый вылет боевой. Ознакомление с районом боевых действий. Это ж всякое может случиться. Товарищи, сам я не летчик. И поэтому сегодня вы полетите в бой, а я останусь здесь на земле. Это ж не боевой вылет. На фронте каждый вылет боевой, товарищ Скиба. Зрозумело. Вот это дело. Поэтому всегда будьте готовы бить врага в воздухе. За себя, за тех, кто остался здесь на земле. За своих родных. И за тех, кто в тылу делал эти самолеты. В общем, враг будет разбит и победа будет за нами. Вольно. Садитесь. Товарищ замполит, вы закончили? Закончил. Хочу вам представить офицерский состав полка. Замполит, капитан Падалко. Прошу ударение не путать. Майор Погребничко, руководитель полетов. Наши глаза и уши. Капитан Прагин, зам по техчасти. Запомнили? Так точно. Идем двумя эскадрильями вдоль кромки леса. До подхода к линии фронта полное радиомолчание. Запоминайте наземные ориентиры, сверяйтесь с картами. Карты должны знать наизусть. Где хотите рисуйте. На потолке, на стенах, но знать должны. За линию фронта не заходим ни на метр. Идем ровно вдоль. А если немцы? Правильный вопрос. Если немцы, в бой не вступайте. Сразу уходим на базу. Немцы на нашу территорию не пойдут. Ну, если что, мы с Вадимасовым завяжем их боем, а вы возвращаетесь. Чего мы повертаемся? Может, мы им врежем? Навоюетесь еще. Всем ясно? Такое случилось. Вопросы есть? Никаких нет. Никаких нет. По машинам. Одни птенцы. Похлопает их Фрид здесь, как лиса цыплят в курятнике. Не каркайте, товарищ Прагин. Они, может, летают пока хуже немцев. Но зато у наших боевой дух крепче. КОНЕЦ КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первый, Илья! Я вижу их! На десяти часах выше! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вижу, не трогаем. Идем ровно. Сохранять радио. Молчать. Учануть бои! Зато и пулеметы попробовать! Отставить! Не спускай с них глаз. Двое против шести не рискнув. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Синица? Вон они, гады! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Боятся? Боятся нас, сволочи! Я, как эти мейстера в небе увидел, у меня аж кровь скипела, надо было врезать им по рогам. Да ладно, еще врежем. Ты же видел, это были охотники. Увели бы на свою территорию и вызвали подкрепление. Нам силы беречь надо. Скоро наступление. Товарищ командир! Товарищ командир! Товарищ командир! Дозвольте звернутись! Слушаю. Товарищ командир, я тут деякі помітки зробил, я зверху побачив одне село, незвичайне таке село. Я его звідти, звідти прощупав. Щось там не так. От якесь воно мертве село, розумієте? Никого не мог! Да, розумею, но этот черт знает, что такое. Але же не маленько! Сейчас в штабе еще раз сверим карты. Скипа! Так? А че это тебе руки-то трусятся? Страшно было? Та ні, товарищ командир. Чесно, страшно. Я ж их… Я ж их отак живцем в перший раз побачил гадя. Ничего. У всех так было. Это ж война. Молодец, Скипа. Глазастый. Дякую, товарищ командир! Ось тут, меж речкою і протокою. Ну так а тут… То ли у нас карты старые, то ли картографы что-то напутали. Надо сообщить в штаб, чтоб на ту сторону разведчиков послали. Эдак они Берлин не забудут нарисовать. Берлин ми с закрытыми глазами найдем. Да по запаху. Товарищ командир, звонили из штаба армии. Сказали, что направляют к нам пять опытных летчиков. Услышало небо мои молитвы. Когда будут? Точно не сказали. Вот. Ну, опытные нам нужны. А? Братцы. Барт, барт, барт! Берлин. Лиад herмаж25 г nodes city Cameraman Барас Thiago Пошел, пошел! Встройся! Равняйся! Смирно! Товарищ подполковник, разрешите доложить! Вольно. Командир полка подполковник Бестужев. Капитан Василевская. Принимайте пополнение. Прагин. Да. Разместить девушек, летчиков. Накормить здоровье. Есть. Вольно. Вольно. Командир серьезный. А позвольте, товарищ капитан? Ну, если вам так хочется, пожалуйста. Ну, предупреждаю, тяжелый. А нам не привыкать. Да? Здравствуйте. А вас как зовут? Рита, старший лейтенант Зиновьев. А у вас? А у меня сержант Микола Скиба. Я из Украины. Это Гоголевское местечко. Слышала. Си! Рынка тебе какая понравилась? Мне та, что с косичками, со светлыми волосами и голубыми глазами. А мне та, что покрасившая. Ну, капитан, вот эта девушка, да? Товарищ сержант, не обольщайтесь. И никакая она вам не девушка, а боевой товарищ. Товарищ замполит, а вот как мужик мужику, может замажем, а? Это, а насчет чего? Ну, насчет того, что она меня ведомым возьмет. А там посмотрим, а? Давайте посмотрим. Пуговицу застегните. Испугался. Я так не думаю. Посмотрим. Стоять! Господин майор, дальше проезд запрещен. Добрый день, господин майор. Я вас ждал. Открыть. Есть. Неплохо. Хорошо устроились. У объекта полная секретность. Давайте пройдемся. Об автомобиле мы позаботимся. Посмотрите, господин майор, разве не чудесно? Но здесь нет ничего особенного. Пойдемте, пойдемте, господин майор. Я обещаю, вы не будете разочарованы. Идемте. Господин майор, прошу, проходите в нашу секретную комнату. Восточная шкатулка. Спасибо. Вы только второй раз в деревне, и здесь уже зенитная батарея, замаскированная так, что враг ее никогда не обнаружит. Открыть. Я с нетерпением жду русские самолеты. Я их уничтожу. И в северо-востокинной части Румынии с боями заняли город Батра-Дорной. При прочесывании лесов западным АГУ войска… Обустроился на новом месте. Как машины? Нравится? Обустраиваемся. Машина добротная. То, что надо. Спасибо. По всему видно, что сроки наступления будут изменены. Стоит один вопрос. Кто будет первым брать Берлин? Вы или союзники? Спасибо. Поэтому слушай боевую задачу. Слушай, товарищ командующий. Немцы за каким-то бесом стягивают к линии фронта битую технику. Остово машин, танков. А тут еще эти твои деревни. Неизвестно откуда взявшись. Ну разведаем? Нет. Разведывать будет тот, кому положено. Но полетит Пэшка с фотоаппаратурой на борту. А ты и твои ребята должны будете сопровождать. Есть. Ну не все так просто. Съемки будут происходить на высоте пять километров. А там кислорода маловато. Поэтому лететь придется в кислородных масках. Ты там выбери у себя. Физически повыносливые ребята. Ты лучше выбирал. У нас и хилых не наблюдается. Ну вот и славно. И вот что, Илья, за разведчика ты мне лично сам понимаешь, не подведи. Есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова